Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о том, что в моей сумке. У меня спрашивали такое видео, запрашивали. У меня уже на канале есть два таких видео, но они были когда-то записаны. Поэтому я решила записать еще одно, что я ношу на сегодняшний день в моей сумке, с какой сумкой хожу. Недавно буквально поменяла свою авоську на такое вот более что-то классическое. Это сумка Делву, бельгийский бренд. Очень я люблю сумки Делву. У меня их четыре штучки. В свое время была возможность купить их. Сейчас, наверное, уже не куплю, потому что дорого и не вижу смысла. Но вот то, что есть, берегу, ценю. Это, конечно, качество. Это, конечно, прекрасные произведения сумочного искусства, скажем так. Так, сумка кожаная. Это уже очень старая коллекция. Ее уже, наверное, лет 15. Очень я люблю вот такой кожаный цвет, такой карамельный. Здесь у нас вот такие маленькие кармашки. Тут, 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 тут. Открыла их, смотрела, что там. Все вам покажу. А, и здесь вот такой вот красивый брелок. Это брелок Итро. Давно-давно-давно мне его подарил муж на какой-то праздник. Я, помню, так ругалась на него. Зачем ты мне подарила этот брелок? А сейчас смотрю и радуюсь все время на этот брелок, вспоминаю этот момент. Ну вот, бывает, да? Так, открываем сумку. Там она очень-очень вместительная. И мне очень нравится, что она такая замшевая внутри. Красиво. Очень все красиво. Так, внутри я ношу на сегодняшний момент. Я вытащила, сразу говорю, я вытащила очень много оттуда каких-то писем, бумаг. Ну, как бы, зачем вам это показывать? Это как бы ни к чему. Но вот остальная база, скажем так, сумочная. У меня начинка осталась. Вот такая тетрадь. Всегда я ношу с собой тетрадики, блокноты какие-то маленькие, побольше и так далее. Тоже от размера сумки зависит. Сейчас это вот такой вот блокнот из галереи. У нас здесь есть очень красивая галерея китайского, китайское, современное искусство. Но они привозят разных вообще художников. Называется White Rabbit, Белый кролик. Очень ее люблю, и вот там продаются вот эти блокноты. Давно уже купила и с удовольствием с ним хожу. Здесь у меня какие-то мои записи, какие-то заметки. Ну, как у всех, наверное, да? И также я здесь храню всякие вырезки из журналов, которые мне понравились по той или иной причине, и которые я потом куда-то, ну, или выброшу, или потом куда-то там вклею, не знаю. Что-то, ну, меня это заинтересовало, да? Вот мне они нравятся, я их складываю в ту или иную фетрадь, с которой работаю, с которой хожу на данный момент, а потом они у меня идут уже жить куда-то в другое место. В другое место я, ну, я люблю, меня вдохновляют какие-то такие иногда простые вещи. Я все вот так вот храню. Что-то потом выкидываю, ну, как я уже сказала, а потом оформляю куда-то. А кошелек, кошелек я сменила, у меня был такой большой кошелек. Сейчас я решила взять такой вот маленький, он у меня уже давно, но я его не использовала. Вот такой прикольный очень кошелек, Мартин Марджелла. Мне он напоминает, помните, носки были? Носки такие эластичные, вот их вот так вот одевали на такую вот картонку. Вот реально мне напомнило это носки, и мне очень понравилось. Мне понравилось, такие советские какие-то детские воспоминания. Вот так вот вы снимаете, ну, она тут закреплена, эту штучку, и здесь уже обычный такой черный Марджелла кошелек. Обычный совершенно, здесь карточки, здесь денежки. Нету для мелочи никакого кармашка, ну, что поделать. Мелочь я храню, вот если я вот сейчас с этой сумкой хожу, просто вот складываю в какой-то из этих карманов, а потом, если иду, покупаю кофе, всю ее выгребаю оттуда, скажем так. Значит так, очки. Это у меня Энди Вулф. Такие вот красивые синие очки. Я редко себе покупаю вообще новые очки или еще что-то. Редко, когда что-то нравится. И, ну, слушайте, столько всего уже есть у меня. Зачем? Зачем? Как бы, ну, не знаю. В общем, этим очкам тоже уже очень много лет. Они не какие-то там ультрасовременные, трендовые, как говорят. Ну, приятные. Вот такие вот синие очки. Яркие. Ну, вот эти вот стекла уже немножечко надоели везде. Ну, у меня вот одни такие очки, мне они нравятся. Когда хочется каких-то ярких красок, вот они у меня как раз с собой сейчас. Сейчас такое настроение. Конфетки мятные, такие вот зеленые коробочки. У меня были такие виноградные, у меня был грейпфрут, лимон, ну, что-то апельсин. Удобно. Она маленькая, ну, приятная такая, железная такая коробочка с конфетами. Мои ключи, огромная связка. Хотела одно время ее как-то оставить только ключи и убрать все эти брелки, ленты и вообще зачем это все. Но потом поняла, что это так уже со мной давно ходит, что ну, пусть еще будет ходить. Мне не жалко, просто это добавляет, конечно, веса сумки, но с другой стороны. Так, вот такой вот маленький-маленький мешочек. Здесь немножечко косметики и парфюм. Я одно время носила с собой косметичку, но когда ты носишь косметичку, она набивается, а ты все равно ничем не пользуешься. А вот этими вещами я конкретно пользуюсь. Лип максимайзер от Dior. Я уже его показываю не знаю сколько раз. Очень его люблю. И на помаду, и как самостоятельный продукт у меня в самом светлом оттенке 001. Люблю его. Так, дальше вот такая помада, если хочется какого-то цвета. Это Rouge in Love от Lancome. Подарок от Лизы моей, подписчицы Лизы, если смотришь. Спасибо. Всегда говорю тебе спасибо, потому что классная помада такая. Она очень яркая, я уже говорила, да. Но когда вы ее наносите, она такая полупрозрачная, как бальзам. Очень-очень-очень крутая, стойкая, ухаживает за губами, увлажняет. Хорошая. И вот такой вот просто бальзам с розой. Я люблю розу. Если увидите вот этот бальзам где-то, если любите розу, попробуйте. Мне он очень нравится. Такой он. Аромат просто великолепный. Ну и он не жирный, знаете, иногда бывают такие бальзамы, вы ими намазались, идете, и волосы от ветра развиваются, прилипают. И вот это вот ощущение я очень не люблю. Здесь такого нет. Духи. Portrait of a Lady всегда в моей сумке, из любой сумки, туда-сюда, вот они со мной переходят. Это такой 10 миллилитров маленький флакон, такой дорожный. И здесь у меня уже половины нет. Очень его люблю. Он у меня уже достаточно давно. Пользуюсь. Буквально один пшик, и вы в облаке прекрасного аромата. Portrait of a Lady яркой специевой розы. Ну и много там чего-всего. Еще другого, но вот яркая роза, это да. Вот эта штука, это документы, какие-то справки, права. Ну, вдруг понадобятся, они у меня с собой всегда есть. Как у всех, наверное, да. Так, здесь остались какие-то бумажки, не буду вам их показывать. И вот такой маленький блокнот, если что-то там записать, рецепт пирога и подарить подруге. Хоп, открываешь, записываешь, отрываешь и вуаля. Вот такой вот. Ну, не рецепт, конечно, но что-то такое всегда пригодится. Несмотря на то, что у меня блокнот, вот эта вот маленькая книжечка тоже прикольная. Так, сумка пустая. Теперь пройдемся по кармашкам. А в кармашках здесь у меня, конечно же, в одном из кармашков у меня пробка из-под шампанского. Пайпер. Пайпер. Я, ну не знаю, я вот, когда какие-то вот мы в гости идем или... Ну, я люблю шампанское и всегда почему-то забираю пробку. Кидаю к себе в одну сумку, в другую сумку, потом их периодически нахожу. Дальше в другом кармашке у меня зажигалка, на всякий случай, для коммуникабельности. И вот такой значок, я, знаете, его нашла вот и так и оставила в этой сумке. Я с этой сумкой прилетела в Сидней когда-то. Летела на самолете с ней. И потом вот первый там месяц я вот с ней изучала город. И мы ехали на ферри, на корабликах. Здесь можно так путешествовать в зоопарк. Поехали на другой, на другой, как бы в другой конец Сиднея, да, там зоопарк. И вот на причалах там продавали вот такие значки. По-русски написано «Я люблю Сидней Феррис». Вот такой значок. Я его так и оставила в этой сумке, как память. Он у меня здесь всегда лежит. И все. Все. На этом все. Вся моя сумка. Посмотрю, вот тут еще есть такой карман. Ну там, по-моему, нет. Ничего нет. Ничего нет. Сумка пуста. Немного всего у меня получилось носить. Когда-то давно я могла с собой взять и обувь сменную. Ну, бывало, да, у меня. Особенно, если ты на машине. Но сейчас я как-то ничем таким уже больше не занимаюсь. Все. На этом была Аленка Блок. Пишите, что у вас в сумке интересненького. Может, какие-нибудь мастхевы, что вы там носите. Одно время носила косметичку. Особенно, когда ребенок был маленький. Конечно же, нужно все эти салфетки, антисептик и так далее. Ну, сейчас как-то вот обхожусь. Ребенок подрос самостоятельно и более-менее. Поэтому ничего особо этого уже не нужно. Вот. Все мои вещи, которыми я обхожусь каждый день. Вот. Я вам показала. Надеюсь, вам понравился такой формат, такое видео. Пишите, комментируйте. Мне всегда приятно вас читать. Все. С вами была Аленка Блок. Пока-пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok